Всем привет! Меня зовут Павел и сегодня мы поговорим про правила ударения в испанском языке. Правило первое. Если слово оканчивается на любую гласную, на дифтонг или на согласные n или s, ударение падает на предпоследний слог. Вот вам несколько примеров данного правила. Правило номер 2. Если слово оканчивается на согласную, но не n или s, ударение падает на последний слог. Правило номер 3. Если ударение в слове не соответствует правилам номер 1 и номер 2, то на письме мы ставим графическое ударение или тильда или ассенто. Таким образом. Андрес на конце s, но ударение на e, поэтому над e стоит тильда. Ровно как и болиграфо на конце гласное, но ассенто мы ставим над i латино. Правило номер 4. Тильда всегда ставится над вопросительными и восклицательными словами. Как, например, que, de que, donde или que alegria. Правило номер 5. Ассенто используется для различения двух слов, имеющих одинаковое написание, но разное значение. Так называемое диакритическое ударение. Пара примеров. Си да, также си если. Эль он, также эль это определенный артикль мужского рода. Тэ это чай, так же как и тэ это местоимение тебе. Именно поэтому учиться читать это очень важно в процессе изучения языка. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии и долбите в колокол. Если хотите изучать испанский, ссылки у вас на экране, либо в описании к данному ролику. Успехов в изучении языка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok